Видим, нет. Придется еще выбросить несколько хаммер-пистов. Капа, выключи, и сдается, сдается. Тельман Шерифов продержался столько, сколько мог. И даже чуть было не... У меня такое желание, наверное, такого желания у кого нету здесь, во всем зале, чтобы стать чемпионом этой организации. Как считают матчмейкеры, да, их называют, как они считают, так я и буду драться. Перед началом этого видео огромный респект нашим друзьям из Gorilla Energy, которые организовали турнир в памяти Абдулманапа Нурмагомедова, на котором мы сегодня и присутствуем. Спасибо им огромное за то, что поддерживают молодых спортсменов, за то, что поддерживают известных всем спортсменов и за то, что поддерживают команду Вестника ММА. Gorilla Energy – твоя энергия. Хотим поздравить с победой Юсупа Шуаева. Юсуп, поздравить тебя с победой. Спасибо, брат. Расскажи, какие мысли, какие эмоции сейчас? Эмоции зашкаливают, мысли тоже разные, все по-разному. Бомба, да, все, короче. Это твоя вторая победа в лиге Fight Nights? Нет, это моя. Я, кроме как на Кипре, больше нигде не дрался, все Fight Nights. А, вот так вот, да, окей. Тогда это важная заявка. Четвертая победа подряд. Это важная заявка, потому что в Fight Nights часто меняются чемпионы. Ты выступаешь в тяжелом весе. Долгое время нету здесь чемпиона. Честно сказать, я вот хочу. У меня такое желание, наверное, такого желания у кого нету здесь во всем зале, чтобы стать чемпионом этой организации. Иду к своей цели, тренируюсь. Кроме как тренировок, ничего не делаю. Постоянно тренируюсь утром и вечером в своем клубе «Горы ММА». Пашим, да. Юсуп, а есть какие-то у тебя претенденты, может быть, кто сможет сразиться с тобой за пояс? Да нет, я не знаю, я не слежу за претендентами. Кого мне дают, с теми и дерусь, на самом деле. Не выбираю никого. Камиль, когда мне скидывает, вот с ним драться будешь, я даже не смотрю его бои. Я говорю, ну все, давай я буду драться с ним тогда. Как ты считаешь нужен. Как считают матчмейкеры, да, их называют. Как они считают, так я и буду драться. Что по поводу дат, сейчас стали популярны случаи, когда боец говорит, что я готов выступать через 10 дней или через неделю. Ему дают бой, и о нем говорят еще больше. Ну, много. Хамзат Чимаев, например, да, пример. Очень яркий. Ты думал о том, что сейчас будет турнир 26 числа у Fight Nights, потом в октябре будет в Сочи. Может быть, стоит сказать, что давайте уже разыграем поезд в тяжелом весе, и я готов? Можно. Можно и так сказать. Скажи. Я готов, можно разыграть поезд в тяжелом весе. Вот, как еще, что добавить? Мне кажется, что, да, добавлять нечего. Юсуп, да, если ты готов принять бой через неделю, мне кажется, что это отличная заявка. И Камил Гаджиф, если ты смотришь наше видео, то дай парню титул. Юсуп, позоветесь победы еще раз. Подписывайтесь на инстаграме Юсуп, он появится внизу экрана. Подписывайтесь на инстаграме Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. А обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.